здравствуйте дорогие друзья последнее время как вы заметили я занимаюсь блоком меню и чем больше занимаюсь тем больше поражаюсь с вот гениальным решением вот этого блока вот сергей клущенко как взял этот блок там очень удобно и всевозможные варианты и решил сегодня к этому блоку подключить матричную клавиатуру и еще и капот и сделал три вещи на этом блоке сделал терморегулятор управляя управляется матричной клавиатуре можно управлять и капотом и кроме того еще взял этот код вы кодовый замок на нем 33 видео 3 видео делал давайте первоначально посмотрим первые видео и покажу как это делается тут надо было вовремя открыть что-то так термо у нас терморегулятор я устал сегодня целый день вот очень много работал и так друзья как подключить матричную клавиатуру 4 на 4 к ардуино для примера я сделал терморегулятор на термодатчике с 18p20 простой терморегулятор и подключил клавиатуру 4 на 4 матричную клавиатуру туда и давайте посмотрим как это все работает здесь тс-18p20 так реле который включает нагрузку здесь дисплей на дисплее первоначально показывает температура вот истина сейчас показывает 27 градусов температура здесь показывает реле включена и и выключена здесь пока на нижнем ряду показывает уставки при какой температуре отключить при какой включить давайте посмотрим как это работает вот эта матричная клавиатура сюда вот при помощи цифр там устанавливаем нужные температуры которые когда звездочку нажимаем заходим в меню и начинаем там устанавливать как бы вот это решетка этот в меню чтобы ходить внутри меню для того до выход с меню если причине 10 секунд ничего не происходит ни одной кнопки не нажимаем автоматически выходит так и здесь это букве a b c c это то есть это удаляет последнюю введенную цифру ну давайте посмотрим как это работает вот нажимаем на звездочку здесь зашли меню 1 1 пункт установка температурю температуре при этот когда отключен при каком при какой температура отключится подвести 10 секунд я ничего не делал оттуда выше давайте установим этот чтобы выключаться при 30 градусов сейчас 27 градусов здесь показывает но при 30 пускай этот устанавливаем вот начали туда заходим здесь 30 30 потом другой этот нажимаем на расчетку здесь устанавливаем когда выключать ну то есть при какой температуру включаться то есть кистерезис вот 29 включается при 30 отключается вот здесь уже показывает введенные нам цифры и из-за 27 градусов давайте нагреваться датчик вот я держу датчик и нагревается сейчас нагревается до 30 нагревается и должен отключаться это больше 30 больше 30 реле отключилась если меньше 29 будет опять включится и что я хочу сказать по этому поводу ребята вот эта матричная клавиатура мне так понравился вот этот вот последний версия филпрок это блок меню и там есть возможность подключить этот матричную клавиатуру то есть потом на компьютере я покажу как это делается вот подключаем матричную кампу этот матричную клавиатуру и первоначально у меня в видео было вот типа такой вот сделал вот такой такую клавиатуру но здесь как-то этот не очень удобно ну этот чтобы сделать он маленьким мало места занимает но здесь при помощи вот этого матричного клавиатура очень удобно визуально все этот быстро запоминается вот видите 20 меньше 29 реле включилась то есть это визуально очень удобно просто много места занимает то есть размер большой но я говорю мне очень понравился вот работа с матричной клавиат клавиатуре вот реле выключился опять вот вроде все остальные на компьютере объясню как это работа так давайте это выключим теперь в филпрок я хочу вам сказать что вот на этом видео я три видео как бы взял то есть вот эта матричная клавиатура тут очень много всевозможные вещи можно на них на него делать но уже пора другими вещами заниматься поэтому я думал вот это все три видео в одной в одно видео сделать чтобы время зря не тратить и этот дальше другие вещи тоже надо делать так давайте посмотреть как это теперь работает первоначально берем меню так где другое вот это меню основной блок меню меню вот основной блок я извиняюсь так основной блок меню вот когда мы берем здесь видите как мало входа но здесь есть такой момент управление меню управление значениями вот посмотрите где управление значит значением здесь есть входы непосредственно ввода цифр вот нажали его и входы появилась и плюс вот эти дополнительные входы тоже можно то есть там много входа вот цифры появляется а здесь из этих можно выбрать который вот я это выбрал вот это чтобы последний ввод введенный цифру вот стирать потом здесь с минус и есть это запятая но я все выбрал меня в их здесь но не знаю что запятая у меня я работал как вот посмотрите вот нажали и эти выхода все уже здесь появились то есть уже если там надо единицу написать вот сюда кратковременный импульс даем на b1 и здесь это единица появится то есть вот таким образом и это дает нам возможность матричную клавиатуру подключить давайте еще матричную клавиатуру сюда теперь здесь посмотрите вот матричная клавиатура надо наверно видео урок делать по матричной у меня нету так здесь вот один строк один ряд первоначально вот здесь делаем 4 вот у меня матричная клавиатура 4 на 4 4 4 на 4 и это 4 строки и 4 рада появляется вот видите все уже здесь есть то есть 16 выходов там у меня матричная клавиатура вот такая вот такого вида вот матричная клавиатура вот такая такого вида как бы и то что здесь есть в фл прог он не соответствует как букет вот здесь посмотрите вот это сделано под это вот под такую клавиатуру то есть этой строки и ряды как бы там не совпадают и я вот это путем вот это прозванивание нашел какие выхода для чего и у меня вот есть это выхода вот как надо то есть здесь 16 выходов сделан под такую матричную клавиатуру у меня схема так если у вас другой будет надо будет прозванивать концы и найти какую кнопку нажимаешь и где единица появляется как бы вот так так теперь давайте этот давайте первоначально схему посмотреть туда еще схеме делал так где у нас простой термор и вот здесь вот посмотрите схема подключенini матричная клавиатура такой вот как здесь подключена вот и вода как здесь если так будете подключать это будет соответствовать вот этому матричную клавиатуру то есть если у вас такую клавиатуру спокойно можете подключаться тебе загружать и все с первого раза должно работать Вот эта схема, это реле и DS-18B20, и LCD-1602. Теперь давайте в FL-PROC перейдем вот это, именно в той части, где у нас схема. Я не буду полностью схему, как бы, я так, немножко. Так, вот теперь посмотрите, вот матричная клавиатура у нас, и что у нас дисплей нарисованы, вот под мою матричную клавиатуру, вот здесь выходы, вот такие, T, C, B, A, вот там, какая, вот эти выхода, решетка, потом 9, 8, 3, 0, 8, то есть здесь, как бы, все это, не по порядку идет. А здесь по порядку, я думаю, что вот который там есть, внутри этого блока, вот это. Но если так все подключается, то есть вот делаем такие переменные, вот это, которые я здесь подключал, вот эти переменные, потом все эти переменные, вот такой ОР делал, с 16 входов сюда, чтобы при каждом нажатии, вот где нажатие, здесь единица появилась. Это в дальнейшем нам необходимо будет. Вот первые платы, вот это. Так, теперь уже проблемы с FL Proc. Так, вот первые платы, вот это. Так, теперь второй, вторая плата. И вот эти переменные соединяем сюда. Видите, где здесь вход, и вот какой есть, так соединяем. Здесь в выходе два дисплея подключено. Здесь, с этого выхода, вот это переменный дисплей, чтобы в момент переключения, там у нас дисплей поменялся. И здесь, видите, я там показывал нажатие на первой плате. Вот когда на кнопку нажатие, на любую кнопку нажимаем, здесь единица, вот это время срабатывает. Как бы, и если, если ничего не делать, через 10 секунд на выходе единица появляется, и сбрасывает вот это меню, и главное меню возвращаемся. Вот это для этого сделано. Теперь немножко про... Да, опять... Еще раз разворачиваем. Так. И последний, вот здесь автоматика. Ну, здесь все просто, как в последних, вот это видео я показываю. Здесь вот RS-триггер срабатывает, гистерезис туда подключается, это включается, выключается, и на дисплей все это показывает. Вот это первое, вот это. То есть управляем при помощи матричной клавиатуры, управляем терморегулятором. Сейчас давайте посмотреть, я еще туда подключил ИК-пулт. Второе видео посмотрим с ИК-пултом. Это уже мне... Много раз просят ИК-пулт тоже сюда подключить к этому ФБ-блоку. Да. Вот это постоянно мне вопрос задает такой... Управлять ФБ-блок-меню при помощи ИК-пулта. Я хочу сказать, что это очень просто, тут никакой сложности нет. И я решил вот отдельно видео не делать. Вот сейчас матричную клавиатру включаю, включил, и попутно маленькие видео сделаю, как управлять, и ВФЛ-прок объясню, как это. Вот ИК-пулт. Здесь тоже вот те же цифры. Отсюда входим в меню. Входим в меню. Вот здесь внутри меню. Вот это выход меню. Это вход меню. Здесь внутри меню. Так, отсюда устанавливаем вот... Ну, допустим, установим вот это КЛЕР. Вот это, допустим, 30 градусов устанавливаем тоже 30. Потом внутри меню, так, он включается 20 градусов, 20. И этот выход, выход с меню. Я тут оговорился. Вот выход с меню. Вот все очень просто, тоже так же, как этот. Тут ничего сложного нет. Так что кому угодно можете управлять при помощи ИК-пулта. И этот, я еще ВФЛ-прок немножко объясню, как это, вроде все. Так, я там оговорился, сказал 20, а 29 поставил. Так, теперь ВФЛ-прок давайте вот это. Вот через ИР-приемник. А вот это сейчас тоже самое. Нет, не тоже самое. Там все тоже самое остается. Вот только тут ИР-приемник добавил. Вместо вот этой матричной клавиатуры, вот этот, подключил ИР-приемник. Здесь у нас есть вот ИК-управление. Вот где ИК-управление? Что ты будешь делать? Вот где ИК-управление? Вот здесь есть ИР-приемник. Вот ИР-приемник. Отсюда вот это добавить. Вот создаем. У меня на 12, на 12 вот создано как бы. Вот давайте я создаю на, допустим, на втором пине еще сделаю, чтобы создать. И выбираем вот это запись команды ИК-пулта. У меня видео есть, кто хочет. Вот там посмотрите, как записывать команды ИК-пулта. Потом это сохранить. Я там записывал кнопки и сохранил. Вот это открываем. Вот здесь выходит вот те вещи, которые я взял. Вот это, те не надо. Вот отсюда добавляем. Добавляем те кнопки, которые нам необходимы. Выбрать. И готово. И видите, у меня вышел. И сюда вот подключаю эти переменники. И все, больше ничего не надо делать. Все работает. Единственное, здесь, что не будет работать, я хочу это сказать. Я смотрел в форуме FLPROG. Там человек вопрос задает по поводу ИК-пулта. Как делать, чтобы управлять меню. И он хочет, чтобы вот это, где плюс-минус, чтобы нажал. Там на выходе сигнал держался, чтобы цифры поменялись. Но здесь так не получится. Потому что при нажатии, там кратковременный импульс на выходе появляется. И все, больше нет этого импульса. То есть здесь только мы можем цифры устанавливать. А вот плюс-минус держать, что там автоматически цифры менялись. Это невозможно. Надо, придется или схему сделать, допустим, там связан с временем. И использовать три кнопки или две кнопки. Когда нажимаем, это запускается, там генератор. И по времени, то есть если чуть дольше держим, запустилось и начинает вот это работать. И увидите, что дошел до нужной. Второй раз нажать и там остановиться. Вот типа так, если сделать. А так, чтобы вот сразу, как в телевизоре, там так не получится. Так, вроде вот это все, вот все очень просто. То есть схему ничего не делаем. Только здесь вот ресивер, вот этот ER-приемник сюда ставим. И под ваши, вот это, что за ЭКПУЛТ. Вот надо записывать коды ЭКПУЛТа. Потом вот это ЭКПУЛТ сюда ставить. И вот эти переменники, которые там мы подключили к матричной клавиатуре, сюда подключат и все. Вот это все очень просто. Так. Теперь давайте посмотрим еще это другое видео. Так. Сворачиваем. И третий кодовый замок еще сделал на матричной клавиатуре. Так. И я скажу, при чем, вы скажете, при чем здесь это FB блок меню и кодовый замок. Я вам пока расскажу, при чем здесь. Так, давайте открывать вот видео и посмотрим видео. Так, что я? Я не ту. Так. Так. Самок. Да. Уже устал сегодня целый день. Хотел вот это делать и закончить с этим FB блоком меню. Так, друзья, сделал простой кодовый замок на матричной клавиатуре. Вот это тема, как подключить матричную клавиатуру к Ардуино. И решил вот это для наглядности сделать простой электронный замок. Ну, здесь это клавиатура матричная, реле, звуковая сигнализация. Это дисплей я для теста подключил. На самом деле дисплей нет необходимости, чтобы показать, что происходит. Так. И здесь это, извиняюсь, то есть здесь надо набрать пятизначное число. Пятизначное число, там какое-то установлено внутри кода. Я покажу, где это можно устанавливать. Внутри кода устанавливаем пятизначное число. При совпадении вот этого числа реле срабатывает, реле срабатывает, 3 секунды держится, потом опять отключается. Я думаю, это хватит, что там электромагнитный замок открылся. Здесь это показывает вот эти числи. И этот, кроме того, если что-то неправильно набрали, можно на эту C нажать, сброс пойдет в цифры. Вот, допустим, вот так. И что-то неправильно. Вот нажали, сбрасывается число. Так, более того, если больше пяти чисел собираете случайно, опять сброс пойдет. Вот и звуковой сигнал задается, там длиной одна секунда. То есть это повышает, что это больше пяти цифр набрали, чтобы знали, что зря там не набираться. И таким образом. Вот сейчас наберу тут 19580. Вот это число. Вот видите, здесь сразу цифры, которые набрали, сбрасывался. Реле включался, 3 секунды держался и отключался. Давайте еще раз, чтобы этот, видите, я не знаю, вот это реле видно, что включено. Вот сейчас выключено, вот набираем 19580. И этот, через 3 секунды реле отключилось. А здесь на дисплее все автоматически сбрасывается после набора, если правильно сделали. А так не будет срабатывать. Еще одно число. И оповышаю, что этот больше пяти цифр набрали. И звуковой сигнал длинный, секундный. Вот таким образом это работает. И да, еще при каждой нажатой, вот короткий звуковой сигнал издается, чтобы знали, что этот, то есть сработал. Так вроде все. Остальные на компьютере. Так, давайте теперь схему посмотреть. Я забыл вам показать вот эту схему. Вот это с ИК-управлением, который. Вот давайте первоначально вот эту схему покажу. Вот схема такая. Вот, то есть, тоже самая схема, только здесь матричный клей, клавиатуры нету. И здесь реле, по-моему, с другого места подключено. Что-то я уже не помню. Так, и ИР-приемик подключается к 12-му вводу Ардуино. И все, вот это так. Теперь давайте посмотрим вот эту схему замка. Так. Вот это схема замка, вот которую я показал сейчас. То есть, эта матричная клавиатура точно так же подключается, как была подключена во время терморегулятора. Все точно так же здесь подключено. Ну, здесь мой же реле, я уже забыл, куда подключил, но по схеме все подключатся и будут работать. Это зуммер, тут короткий импульс подает, звуковые. Давайте VFL-прок сейчас покажу, как это делается. Ну, досконально не буду так сильно. Ну, сколько там. Так, вот тоже самое, вот это, то, что у нас было. Матричная клавиатура, а, да, я хотел здесь вам одну вещь сказать, почему вот именно матричную, вот это, кодовый замок я взял. Я сейчас этот момент объясню, чтобы понятно было, так, вот посмотрите, вот такой момент, вот меню, основной блок меню, видите, что я наделал, так, отсюда вырезать, да, уже встал, вырезать, вот посмотрите, что у нас получается, так, допустим, добавляю новую вкладку. Вот посмотрите, блок меню, отсюда управление значением меню, вот здесь это, и здесь у нас, вот таким образом все цифровые входы входят, то есть сюда матричная клавиатура спокойно, мы его подключаем, ничего не делая, и на этом строку у нас это цифры, получается, которые вводим. Те цифры, получается, которые вводим, то есть это очень удобно, матричную клавиатуру, потому что я помню, вот это еще, только что занимался Артуинов, где-то зимой взял кодовый замок с матричной клавиатурой, я замучился там, вот этот момент, подумать, как делать, чтобы вот эти цифры получились, то есть набираешь и этот, на строка, чтобы получилась строкой. А здесь все очень просто, вот матричную клавиатуру сюда соединяйте, любую кнопку нажимаете, на выход цифра появляется, и все, больше ничего не делается. Поэтому я решил вот это еще кодовый замок сделать, чтобы показать, не обязательно, что там это меню пользоваться, что делать, переходить или что делать. Если вам необходимо матричную клавиатуру подключить, вот сюда, и на выходе у вас циферки получаются. И я вам еще покажу здесь, как можно эти циферки сбросить, там у него возможности нет, как бы сброс, только последний набранный, вот эту цифру. Я там схему придумаю, чтобы полностью все сбрасывал, и можете там калькулятор сделать на нем, что хотите, можно будет делать. То есть уже оттуда можете вводить данные, даже меню не пользоваться. Из-за этого вот именно вот это решил кодовый замок делать, как бы. Что я делаю? Так это удалим. Чтобы так. Теперь давайте схему посмотреть. Вот это как было, уже терморегулятор, вот это тоже так же подключено. Давайте развернув опять. Так. Здесь побольше сделаю. Здесь вот дадим. И здесь тоже. Так. Вот посмотрите, вот что я здесь использовал. То есть вот эти ввода все остаются как бы не тронуты. Только вот это с нуля до девяти. Вот эти сюда подключил. С нуля и еще использовал вот этот вход сброс. Вход сброс. Здесь при каждой нажатой только одна цифра вот эта меняется. И здесь еще в выходе, еще один выход добавил, чтобы на дисплей было показывать. Ну так это подробно не было развернувшись. Ну и посмотрите, что происходит. Вот здесь, где девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят. Вот здесь надо ваш код устанавливать. Вот я такую поставил, если вы хотите другой код. Вот здесь поменяйте вот эту цифру. Цифру и все. И при каждом нажатии, вот кнопку нажали, вот на выходе... Да что ты будешь... Так, еще раз. Да. То есть вот это, вот это средний выход, который есть. При каждом нажатии здесь цифра появляется. Какая цифра появляется. И вот эти цифры пятизначные я сделал специально. Вот если здесь совпадает, цифры совпадают, равняется вот это верхний, нижний. На выходе единица появляется. На выходе единица. Через R3 вот это запускается время. Время. Здесь этот... Видите? Этот... Как его? Время на отключение. То есть время стоит. То есть сразу на выходе единица появляется. И ты... Я установил там три секунды. И вы можете там другой, сколько вам угодно будет. Вот это устанавливать там. Да, ничего не открывается, не могу. Вот видите, три секунды. И вам необходимо одна секунда, или две, или сколько, вот столько поставьте. И электромагнит вот на выходе подключено. Сейчас посмотрим, на каком. На тринадцатом выходе вот электромагнит подключено. Здесь если единица, здесь инверсия. Это... То есть наоборот здесь работает. Если... Здесь у нас... Что? Содержка на отключение. И этот... Срабатывает электромагнит. Здесь, если у вас это реле, надо вот инверсию поставить. И здесь посмотрите, вот я что делал. Вот это для сброса. Вот это схема для сброса, чтобы циферки сбросили. Видите, здесь генератор стоит. Генератор импульсов. Да что ты будешь делать? Могу открывать. Сейчас еще раз. Вот там открылся уже. Так. Вот генератор импульсов стоит. Вот одна миллисекунда стоит. То есть, если на выход генератора подавать единица, вот это будет генерировать импульсы. Мультивибратор на выходе. Вот импульсы пойдут один миллисекундные. И эти импульсы вот подаются на вход КЛЕР. То есть, это там по одной циферке, который этот... И всю шкалу вот обнуляет. То есть, чтобы пять раз не нажать кнопку, вот так взял. И кроме того, еще вот это S, который есть, тоже нажимается, тоже самый процесс. Нажали, генератор запускается и этот обнуляет там значение. Это автоматически. Вот здесь это, посмотрите, в ключе, допустим, здесь эта цифра, вот это совпало, на выходе единица. Здесь XOR стоит. XOR. Если единица здесь на выходе... Я уже попутался. Сегодня замучился. Ну, короче говоря, вот через этот элемент, там, вот сюда, потом обе вместе, вот здесь единицы появляются, как бы на выходе. И этот, ничего нету. Как пропадает там один из них. Вот и этот. Опять запускается вот этот генератор и там сбрасывается. И здесь еще немножко схема для вот звукового оповещения. Вот каждый раз, когда мы кнопку нажимаем, там, наверху у нас было вот это OR и 16 входов. Вот нажатие, которые на выходе, вот это переменение. Здесь единица появляется. Вот это секундный генератор. Работает и этот звук, секундный звук. А это сделано для того, что вот этот, так, вот видите, здесь 99999 цифра стоит. Если больше эти цифры, то есть больше пятизначные, если уже 100 тысяч будет, на выходе единица появляется, вот этот триггер срабатывает. РС триггер срабатывает на выходе единица, вот импульс пошел, этот, срабатывает время, срабатывает время и этот сигнал секундный получается у нас длиной секунды. Вот отсюда можно вот эту длину больше, меньше делать. Так, вот и все. А, и еще здесь, вот это, чтобы сбрасывался этот, вот когда отсюда сброс сделаем, если здесь 0, цифра 0 равняется, вот этот триггер сбрасывает состояние. Вот так. Да. Вот так это все работает. Теперь, по поводу всех этих, все скетчи, вот эти три скетча, три схемы у меня будут на сайте, и ссылка будет под видео в ютубе, вот кто хочет, пускай там повторяет. Я думаю, вот это меню уже пора закончить, вот уже долго занялся с этим меню. Ну, но очень удобно, и при своих работах, как бы уже буду пользоваться с этим меню. И еще раз благодарю Сергея Глушенко за такой превосходный блог. Просто слов нету, вот описать, как работает, что хотите, уже можно делать. Каждую мелочь, вот я думал, полдня вот это придумал, как делать, а сейчас ничего не надо придумать. Концы соотенели, на выходе, что хочешь, то и получается. Так, ну все, подпишитесь на мой канал, спасибо за внимание, до свидания.